На заседании комиссии по вопросам экологии самый главный вопрос на повестке дня – ситуация, сложившаяся на территории автомобилей ремонтного завода номер 402. Уже около месяца жильцы близлежащих домов жалуются на специфический запах дыма, доносящийся с завода. Визуальные проверки территории ЗАРЗ и вызовы сюда пожарных и полиции подтвердили – на территории есть место, где происходит горение неизвестных материалов, а также на заводе хранят тару из-под химических веществ. В минувшую пятницу на территории автомобиля ремонтного завода номер 402 состоялось выездное совещание представителей профильных служб под руководством заместителя мэра Валерия Эдолева. После визуального осмотра территории решили собрать предварительные результаты проверок и озвучить их на заседании постоянной комиссии по вопросам экологии. Однако планы не осуществились. По результатам заседания можно сделать вывод – главная информация, позволяющая двигаться дальше в решении этого вопроса, не озвучена. Более того, компетентные специалисты, которые должны были сказать свое веское слово, попросту не явились на заседании. Сегодня на комиссии нам должны были уже четко зачитать перечень юридических лиц. Этого не произошло. Представитель областной экологии должен был четко обозначить по КВЭДу виды деятельности этих предприятий, что тоже не было сделано. Представителю полиции тоже прислали некомпетентного специалиста, который первый раз слышит об этом инциденте, не имеет ни протоколов, ни в курсе вообще, что происходило. Вот отношения прокуратуры. Они не явились в суде на заседание. Без объяснения причин. Во-вторых, из отчета лабораторной службы стало известно, что вместо взятия проб воздуха, грунта и жидкости с территории завода делались только замеры воздуха, только возле жилых домов и в дневное время. Хотя сжигание происходит ночью. Надо реально подойти к этой работе, не формально, а творчески. Вот сейчас они меряют, в принципе, просто в жилой застройке за пределами этого завода. Ну, естественно, там нормы никакие не нарушаются, тем более это производится в обеденное время. Мы, депутаты, попросили проводить мониторинг в течение дня несколько раз, да? Воздуха или? Воздух и, в первую очередь, почвы, потому что, в принципе, то, что мы видели там, это сжигание на грунте. Почвы на территории завода? На территории завода, да. А почему они до этого не сделали? Ну, насколько я понимаю, у них нет таких полномочий. Как они говорят, ну, я думаю, что появятся, мы их попросим об этом. Вот так людям обещают решить проблему, но выходит, что большинство причастных к этому специалистов либо бездействуют, либо относятся к ситуации несерьезно. Радует одно, что данное людям обещание не проводить на заводе никакой деятельности на время проверок предприниматель сдержал. Так что пока местные жители вновь вернулись во времена, когда могут дышать относительно свежим и чистым воздухом.